Я очень рада вас видеть. Я тоже вас очень рад видеть. И рада, что все-таки состоялся петра джаза, несмотря ни на что. На мой взгляд, это огромный радость для всех, любителей джаза. И вообще для всех, потому что джаза, это вообще медика, она абсолютно для всех. Вот, элемента, она очень много проотечная. И, в общем, в процессе прослушивания можно танцевать, есть, отдать все что угодно. И это тоже в такие дни очень вкусно. Ну, мы всегда говорим, что джаз это музыка свободы. И, ну, в наши дни, когда мы ограничены очень во многом, мы не можем путешествовать так вольготно, как еще несколько лет назад мы ездили в любые страны. Ездили музыканты на гастроли, обменивались. Мы вынуждены войти в какие-то рамки. Но именно джаз позволяет там выйти духовно из этих рамок и почувствовать некую культурную общность во всем человечестве. И нам очень важно, что на каждом фестивале нам удается соединить между собой континенты. Например, как у нас будут участвовать и американцы, и французы, и дольчане, и чехи, и болгары. И, опять, на джаз все флаги в гости к мам. Вот, несмотря на то, что при этом мы ограничиваем их. В каких-то странах вообще нельзя там без маски на улицу выходить. В каких-то странах какие-то свои ограничения. Мы в джазе, мы все чувствуем, что мы, в общем, в горном поле. Вот. И, конечно, спасибо Третьему Культуре за поддержку. Потому что вот в это, не побоюсь этого слова, суровое время, состоятся фестивали только для официальной поддержки. Понятно. Мне кажется, вот не трудно ли музыкантам играть, когда публики нет? В прошлом году было очень трудно, потому что музыканты играли, и подсознательно они ждут аплодисментов после каждой композиции, после каждого удачного соло, а их нет. Потому что они играют в стеклянный объектив камеры, и они не видят, кто там. Но год нас научил уже. Многие привыкли играть на веб-камеру, многие привыкли репетировать, находясь в разных городах и даже в разных странах. И поэтому мы немножко уже привыкли к такому общению. Нас это больше не пугает. Конечно, хочется уже на Кудрике, но фактически сейчас здесь присутствуют только участники, журналисты и, ну, то есть уже есть какое-то количество людей, которые могут поклопать. Поэтому у нас всё-таки более тёплая атмосфера, нежели на прошлых фестивалях. Да, атмосфера замечательная. И вот это помещение в прошлом году было в другом месте, по-моему? Да, в прошлом году помещение было Чаплин Хоу. А в этом году нам подсказали, что есть очень интересный зал, который достаточно изолирован. И во всяком случае это нам гарантирует, что не будет какого-то большого комиссия желающего сюда порваться. Всё-таки изоляция вместо изоляции. Но здесь очень комфортно. Здесь хорошее оборудование. Это современный зал. И он находится практически в самом центре. Это технологический институт. Так что со всех сторон удобно. Ну, дай Бог, я надеюсь, что фестиваль пройдёт с большим количеством слушателей, что, конечно, важно поведение. Спасибо вам. Спасибо.